18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Для меня это отдых, а для кого-то это достижение всей жизни. Спортивные выходные. Массовым забегом в Анапе дали старт легкоатлетическому сезону. Ирина, вас поздравляю. Субтитры сделал DimaTorzok Очень приятно. Остановили и цветы подарили. Анапские госавтоинспекторы в честь Международного женского дня баловали автомобилисток букетами и комплиментами. Все дети хотят, чтобы наш парк жил, был красивым, самым лучшим и самым любимым. Парк для всех и все за парк. Жители станицы Анапская массовым флешмобом поддержали проект реконструкции местного парка. Улицу Афинскую в ход репещаный начнут отцепать щебнем. Рядом установят новый остановочный комплекс. Соответствующее поручение дал глава города-курорта по итогам приема граждан. Также Юрий Поляков обязал разобраться, кто и почему не доделал несколько десятков метров улицы в хуторе Красный. Улица Афинская появилась на карте хутора Песчаный недавно. Ее жители в основном переселенцы из Сибири и Дальнего Востока. Много военных пенсионеров. Они обратились к главе города. Юрий Поляков поручил уже в течение недели завести туда первую партию щебня. Начните им сыпать, 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 пока не укатают ее, пока туда-сюда время, потом уже дальше будем думать. Мы готовы максимально вот что для муниципалитета стягиваем весь щебень, пожалуйста, на хутор Красный. Так же, как в село Витязево, сегодня по сути поселок, таки хутор Песчаный разросся до размеров села. Здесь конечная остановка 114 маршрута. Местные жители просят новый остановочный комплекс. Юрий Поляков напрямую передал вручение подчиненным, чтобы не пришлось вступать в переписку и тратить время, а решить вопрос на заседании специальной комиссии, которая состоится уже в ближайшие дни. Глава муниципалитета подчеркнул, что сроки, которые озвучиваются гражданам, должны быть реальными. Этот перекресток в хуторе Красный обещали заасфальтировать до 2018 года. Мы с 2012 года бились за эту дорогу. В 2014 году нас включили в план. И вдруг вот эти 30 метров остановились, вот 30-40 метров осталось этой дороги доделать, буквально. Везде асфальт и вот эти 30... Это частный сектор? Это дорога, я не знаю, что это. Частный, наверное. Это частный сектор, муниципальная дорога. Мы не пришли просить включить и на склад или что. Мы пришли просто то, что нам обещано, чтобы сделать. Логично. А кто обещал? Вот кто обещал, тот и сделает. Юрий Поляков потребовал от подчиненных быть максимально честными с жителями, объективно рассказывать им о возможностях решить тот или иной вопрос. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Легкоатлетический сезон в России открыли полумарафоном вдоль Пионерского проспекта Анапы. В массовом забеге приняли участие несколько сотен бегунов. Как пояснили организаторы, климат города-курорта, а также рельеф местности идеален для проведения подобных соревнований. Для любителей они предусмотрели 10-километровую дистанцию. Такие соревнования проходят в Анапе не первый раз, но в этом году в новом формате. Профессиональные спортсмены, которые задают темп, на них могут ориентироваться любители. Никита из Анапы. 12 лет занимался легкой атлетикой в детско-юношеской спортивной школе «Олимп». Сейчас работает тренером. Полумарафон – это чуть более 21 километра. На его флаге 1 час 34 минуты. Для меня это отдых, а для кого-то это достижение, может, всей жизни. У кого-то мечтает час 34 пробежать. То есть он меня видит, я с флажком, меня видно издалека, перестраивается ко мне на дистанции и я его всю дистанцию сопровождаю, помогаю бежать на это время. 10 километров – это уже массовый спорт. За те же полтора часа их может преодолеть практически любой желающий. Я вам желаю удачи, успешно пробежать дистанцию, здоровья, благополучия. Так, одновременно мы проходим эту дистанцию, посвященную 75-летию освобождения Кубани от немецкого фашистского докладчика. Давайте похлопаем. Спасибо вам большое. Удачи. На старте около 400 участников – жители европейской части и юга России. Организаторы считают, что для дебюта это достаточно неплохо. Праздор! И что ж, побежали! Так открыли легкоатлетический сезон не только в Анапе, но и в России. Температуру 10-12 градусов выше нуля специалисты считают идеальной для забегов на длинные дистанции. Маршрут пролегал по улицам Горького, Красноармейской и далее вдоль Пионерского проспекта. Для полумарафонцев – разворот в Витязево. Для участников забега – на 10 километров в районе Дельфинария. Как настроение ца? Мы бережем силы, а в конце всех обгоним. Геннадий Запольских из станицы Смоленское, северского района Краснодарского края. О том, что в Анапе будут проходить соревнования, узнал из интернета. В этом году ему будет 65 лет. 15 из них он занимается бегом. Я себя чувствую как молодой, тем более среди молодых. Здоровье на самом деле улучшает намного. В этом году первое место у Владимира Саватенкова из Волгограда. Ему 28 лет. Больше 10 из них он занимается легкой атлетикой. Вот эта трасса очень даже хорошая. Трасса, можно здесь что-нибудь интересное придумать. Если учитывать, что сегодня с утра был такой ливень, то мы бежали вообще практически в идеальных условиях. Второе место у Романа Малых. Через месяц он планирует принять участие в Роттердамском марафоне. Полумарафон в Анапе – площадкой для проверки возможностей. Все сделал так, как задумал. Примерно темп на марафоне, как планировал, вот на половинке выдержал. Чувствую, что сила есть еще половинку также пробежать. К следующим соревнованиям организаторы планируют заручиться поддержкой Российской Федерации легкой атлетики, так как сочетание климата и рельефа они считают практически идеальными для проведения подобных забегов. Прежде всего, это дистанция для рекорда. Здесь очень маленький перепад высот. Здесь 10 километров в одну сторону с разворотом, минимальное количество поворотов. Это все способствует тому, чтобы поставить рекорд. По словам Михаила Громова, в перспективе проведения забега по песку и на этом возможности территории далеко не исчерпываются. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Руслан Душевский. Анапа. Регион. Сегодня завершился прием заявлений для голосования по месту фактического пребывания. С завтрашнего дня и до 14 часов 17 марта заявление о голосовании не по месту регистрации можно будет подать только в своем участковом избиркоме. Правым переносом места голосования сегодня воспользовались 50 спортсменов со всей страны. Тренеры по боксу приехали в Анапу вместе со своими воспитанниками на первенство России. И несмотря на то, что спортсмены в день выборов будут далеко от своих избирательных участков, все они без проблем смогут исполнить свой гражданский долг на Анапской земле. С 19 по 26 марта в селе Видизева пройдет первенство по боксу среди юношей и девушек. Сотни спортсменов и тренеров съехались в Анапу. А это значит, что 18 марта они не смогут проголосовать по месту регистрации. Но сегодня закон позволяет исполнить гражданский долг в любой точке страны. Причем без открепительных удостоверений. До 12 марта все избирательные комиссии принимают заявление о переносе места голосования. Спортсмены считают, что принять участие в формировании будущего страны – долг каждого. Это долг каждого гражданина Российской Федерации. А у нас в боксе каждый тренер прошел свой путь, долгий путь с поддержкой государства в том числе. Поэтому у него уже это привито с юношества, делает свой выбор голосовать. 18 числа, единый день выборов, мы выбираем президента Российской Федерации. И я, как гражданин Российской Федерации, должен выполнить свой долг. Сильный президент, сильная страна. Долг каждого российского гражданина – голосовать. Потому что мы идем в ногу со временем, не хотим от этого отставать. Так что решили поддержать всех граждан России, отдать свой гражданский долг. Между тем, избирательная кампания вышла на финишную прямую. До выборов осталось пять дней. По предварительным подсчетам в Анапе будет голосовать около 140 тысяч избирателей. Однако, по словам представителя Анапского избиркома, эта цифра еще может возрасти. На сегодняшний день в Анапе к выборам уже все готово. Все помещения для голосования участковых избирательных комиссий, а заметьте, их у нас 75 избирательных участков, готовы к проведению голосования. Прошли согласование и в правоохранительных органах, и в пожарном надзоре. То есть все у нас хорошо. Все помещения избирательной комиссии оснащены избирательным оборудованием и в списке избирателей 7 марта переданы участковой избирательной комиссии. Проведена большая работа по информированию избирателей о дате, месте и времени голосования 18 марта. Заявление о возможности проголосовать по месту нахождения подали более 4000 человек. Однако эта цифра тоже предварительная, так как пока еще не учтены те, кто подал заявление о голосовании в Анапе в других городах. Уже 16 марта будут подсчитаны все заявители. А те же, кто не успел пройти перерегистрацию, могут обратиться в свои участковые избирательные комиссии и оформить заявление со специальной индивидуальной маркой. С 13 до 14 часов 17 марта. Меньше недель остается до рейтингового голосования. 18 марта анапчане выберут общественную территорию, которая будет благоустроена в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Жители Гостогаевской предлагают в южной части станицы оборудовать детскую игровую площадку. По проекту здесь предусмотрены комплексы для самых маленьких, а также детей постарше, тренажеры для подростков и взрослых, спортивное оборудование для занятий воркаутом, а также скамейки, урна, озеленение, парковочные места. Разместить площадку планируется в переулке Широком. Отдать свой голос за проект можно будет в единый день голосования 18 марта. Гостогаевцы это могут сделать в станичном доме культуры, зданиях школы искусств и 15-й общеобразовательной школы. Обязательно нужно здесь сделать парк отдыха, зеленая зона, чтобы родители могли прийти погулять с детьми на участке. Сам парк у нас в Гостогаевской центре очень далеко, поэтому нужно, чтобы здесь тоже появилась эта зеленая зона. А жители станицы Анапской свой проект поддержали флешмобом. В рейтингном голосовании участвует центральный парк станицы. В случае победы его ждет большая реконструкция и благоустройство. Станичники сплотились вокруг этой идеи и решили проявить активность еще до голосования. Сотни школьников, студентов и просто нервонадушных жителей собрались в парке, чтобы принять участие в акции. Молодежь станицы при содействии Дома культуры решила по-своему привлечь внимание к местному парку. Чтобы и дальше здесь собирались дети и молодежь, этому месту нужна серьезная реконструкция. Самые активные станичники сплотились вокруг этой идеи и призывают соседей не оставаться в стороне. Все-все откликнулись и пришли. Вы сегодня видели, сколько их было. Все дети хотят, чтобы наш парк жил, был красивым, самым лучшим и самым любимым. В акции приняли участие почти 500 человек. Сначала участники флешмоба танцевали, выполняя под музыку синхронные движения. А затем признались парку в любви. Выстроившись в слова «Я люблю парк». Акция объединила жителей станицы, что называется, от мала до велика. Я с удовольствием в нем поучаствовала, потому что мы с друзьями тут часто отдыхаем и занимаемся спортом. Это наше любимое место. Я хочу, чтобы здесь все-таки построили хороший парк с хорошей инфраструктурой и чтобы здесь смогло отдыхать больше людей. Этот парк важен для молодежи станицы Анавской, потому что мы здесь живем, часто собираемся здесь, гуляем. И хочется, чтобы наш парк сохранялся всегда красивым и, возможно, в будущем был более усовершенствованный. Это просто необходимо сделать. Здесь надо его привести в порядок, здесь чтобы отдыхали с семьями. Ну, это радость нашей всей станицы будет. Неужели, наконец-то, мы его приведем в порядок. Инфраструктуру полностью здесь сделаем. Ну, это нужно сделать, я считаю. Нужно. Для того, чтобы этот проект воплотился в жизнь, особую активность жителям нужно проявить 18 марта. Именно в этот день 55 счетных комиссий будут принимать голоса от анапчан. За реализацию проекта своего парка жители станицы смогут проголосовать в здании местной администрации, Доме культуры в 12 и 21 школах. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа-регион. Вместо штрафов и предупреждений цветы. 8 марта анапские госавтоинспекторы не пропускали ни одну женщину за рулем. Полицейские останавливали автолюбительниц, поздравляли их с праздником и дарили цветы. Все выглядело, как и при стандартной процедуре проверки документов. Полицейский останавливал авто, просил предъявить права, чтобы узнать имя. Его незаметно вписывали в открытку и далее вместо наказания или предупреждения девушкам вручали цветы, одаривали комплиментами и добрыми пожеланиями. Мы поздравляем всех женщин нашего Анапского района, от лица ГИБДД Анапского района, чтобы они были приятно удивлены отношением к ГИБДД. Как признались сами виновницы мероприятия, сюрприз получился неожиданным, но очень приятным. Страшно первый раз, но остановила полиция, сразу начинаешь переживать, а потом, конечно, такой сюрприз, очень приятно. Мандраж есть, потому что остановили, будут проверять, смотреть, в принципе, знаю, что вожу хорошо машину, что не нарушаю, стараюсь не нарушать, потому что в любом случае бывает, по-моему, нарушение у всех. Ну, конечно, очень приятно. У нас самые лучшие ГИБДД на нашем городе-курорте. Такая акция в Анапе проходит не первый год. По словам сотрудников ДПС, от счастливых улыбок автомобилисток они и сами заряжаются позитивом, а с хорошим настроением любая поездка сложится удачно. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, прошли не только в городе, но и во всех сельских округах. В Станице Благовещенской прекрасной половине населения посвятили целую концертную программу. Ее основной концепцией стала весенняя тематика. Для прекрасных станичниц выступили местные творческие коллективы. Наступление весны и теплых дней, яркие цвета и солнце – все это нашло отражение в номерах артистов. На сцене как взрослые, так и самые маленькие станичники. Они поздравили зрительниц с зажигательными танцевальными номерами, мелодичными песнями, а также интересными театральными постановками. Конечно же, тема – это самая главная тема радости, тема жизни, тема любви обязательно скользит во всех наших номерах. Наконец-то весна к нам вернулась, и мы этому безумно рады. И, конечно же, мы поздравляем всех женщин, потому что именно они являются самыми весенними, самыми прекрасными людьми на свете. Восьмой мастер – чисто женский праздник. Ну почему бы не прийти, не посмотреть на маленьких танцовщиц, которые так стараются, так показывают свои способности. Хочется пожелать в этот день, чтобы каждый день настроение было такое, как сегодня погода, солнечное, мирного неба над головой. Станичный дом культуры после капитального ремонта зажил новой жизнью. Полтора месяца назад была открыта детская театральная студия. Это только второе выступление юных артистов перед публикой. Впереди еще больше достижений. Здесь уже начали готовиться к майским праздникам. Артисты собираются порадовать станичников новыми программами. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ